Есть участок в воде, и мы не можем даже пройти к бане. Лидия и Валентин Ларины заперты на даче в Щелковском шоссе. Затопила единственную дорогу, которая связывает СНТ с цивилизацией. Без высоких сапог даже в огород не выйти. Самое страшное, мы не знаем, что там с помидорами. Там у нас огурцы, помидоры в фарнике. Самое ценное подняли на второй этаж, а воду из подвала теперь откачивают насосами. Вот откачивают на протяжении четырёх суток. А что у вас там с одним подвале? Картофель, все соленья. В водном плену сотни жителей СНТ «Утро». Из-за непрекращающихся дождей вышло из берегов река Воря. Беседка у меня, там два дивана стояло, и как бы всё сделано было, цветы. Всё плавает, всё хозяйство плавает. Ой, здесь самое глубокое место. Прям на глазах считанные прям минуты пребывало. Нет, скорой помощи, ещё что-то никто не доберётся. В СНТ «Утро» затопило примерно половину домашних хозяйств. Передвигаться по участкам можно только вот в таких сапогах. Ущерб нанесённой стихии просто колоссальный. В соседних посёлках, Полянка и Дорожник, передвигаться можно только на лодке. Сейчас вода спала, сейчас очень хорошо. Вчера здесь было вот так вот. Соответственно, в конце посёлка у нас заперты машины. Мы их поднимаем домкратами, чтобы их не залило. Многие жители специально приехали сюда, чтобы изолироваться на дачах во время пандемии. Но понятно, что в таких условиях жить невозможно. Поэтому люди были вынуждены побросать свои дома и вернуться в свои московские квартиры. В Одинцовском районе проезд под железнодорожным мостом превратился в бурлящую реку. Застрявшие машины приходилось вытаскивать по пояс в воде. А в Апрелевке водители металлоискателями ловили оторвавшиеся номера. Отламывают, наверное, от бампера номера. Уже два номера, три номера. В Химках на месте парковки за считанные часы образовалось озеро. Затапливается электрощитовая. Уровень воды подходит к бордюру, который спускается к паркингу. В Красноармейском районе терпят бедствия жители поселка Заречья. Огород весь затопило. Дошло до дому, до первого этажа. В Москве в реки превратились улицы. На Большой Новодмитровской людям пришлось пасаться в подъездах. Вода прибывает. Еще пять минут назад я шел здесь, можно было пройти. В парке на Пятницком шоссе провалился грунт под смотровой площадкой. Скорее всего, его размыло дождем. Удар был такой силой, что многие деревья вырвало с корнем. Последствия до сих пор устраняют спасатели. Мало того, что гроза, так еще и град. В Солнечногорске ближе к вечеру даже пошел град. И, судя по прогнозам, ливни с грозами в столичном регионе сохранятся до конца недели.